Особенно принципиально ничего не меняется. Вот те показания, которые я давал, научные ставки, и то, что сейчас, мы сегодня обратили внимание, вот те вопросы и по депутатским запросам, и по полномочиям, и по тому, кто кого пугал и имел ли такую возможность, мне кажется, и мой защитник, и я пытались донести до суда, что есть регламент городского совета, есть устав, есть документы, которые предполагают работу, да, и наделять меня полномочиями губернатора и края, и мэра города, для того, чтобы у кого-то сошлась 290-я статья. Мы очень корректно выразили эту мысль, конечно, но постарались, чтобы суд нас услышал. Я доволен всем, что происходит на суде. Честно говоря, я понимаю, что у меня очень тяжелые статьи. Сегодня первый раз у меня была возможность рассказать, каким образом функционировала служба «Машина добрых дел». для чего она функционировала, что это не просто какая-то прихоть, это реально служба, которая функционировала два года. Я поблагодарил тех людей, которые, даже те, кто написал на меня заявление о привлечении к уголовной ответственности, потому что уверен, что без Бугаева, без Супруна, без Яковлева эта служба, ну, наверное, была бы под вопросом, и очень сложно было бы работать. Все-таки, знаете, можно сидеть в депутатском кресле, нажимать кнопки, полностью отгородиться от красноярцев. Это один вариант развития событий. А когда ты постоянно общаешься с людьми, то, извини меня, нужно соответствовать, нужно делать что-то конкретное. И если это конкретное созидательное дело формирует положительный, в том числе политический образ тебя как человека и как депутата, ну что ж, это моя вина, что формирует. Может быть, это и неплохо. Но это, кстати говоря, и следствие, и гособвинение вменяет вину как личная заинтересованность. То есть здесь взятка не деньги, не борзыщинки, а вот именно формирование положительного политического имиджа. Но, конечно, такая работа не может не влиять на это. И, наверное, она формирует. Я с этим согласен. Вот у вас изначально были показания в ноябре одни. Сейчас как бы вы несколько от них пытаетесь отойти. Давили на вас тогда или почему? Нет. Я хочу сказать, что ко мне как в тюрьме, так и у следователей относились подчеркнуто уважительно. И мне некого винить в том, что, допустим, кто-то мог на меня оказать воздействие какое-то или давление. Никто никогда на меня его не оказывал. Что касается того, что гособвинение видит какие-то противоречия, они, я хочу вам сказать, во-первых, очень незначительные, а во-вторых, все-таки делайте дисконт. Прошел год. Я не могу в тех же терминах и формулировках выражать свои мысли, какие было во время моего содержания под стражей. Это первое. Второе. Есть принципиальные вещи, с которыми я согласился и согласился с первого дня, что я признаю свою вину по всем трем эпизодам. Я понимаю, что я нарушил закон, причем те люди, кто участвовали в этом серьезном деле, и те, кто помогал, они ни в чем не виноваты. Я сразу все взял на себя. А то, что касается отдельных формулировок, и сегодня вы обратили внимание, что гособвинение, ну, выслушало нашу позицию. Есть документы, понимаете? Если у вас есть желание, депутатский запрос, запрос депутата отождествить с каким-нибудь мерой прокурорского реагирования, то что бы вы ни делали, это невозможно сделать, понимаете? Это лишь запрос об истребовании информации. И я думаю, что суд нас услышал. Как думаете, что пошло не так в машине добрых дел? Если бы узнали, что такой сход будет. Хотите сказать, что недоброго в машине добрых дел? Жалеете ли вообще, что ее создали? Конечно, нет. Я хочу сказать, что все остается людям. 986 человек получило реальную помощь и поддержку. То, что сегодня люди написали какие-то добрые слова, честно говоря, вот в конце судебного заседания, мы даже этого не знали. Жили ли я о том, что нарушил закон, не прошло и дня, чтобы я об этом не пожалел. И, наверное, вся проблема-то заключается в том, что я был депутатом. Если бы я не был депутатом на тот момент, нельзя было бы расценить сейчас мои действия как человека, статус которого позволил напугать, заранее напугать людей, и они помогали. Я сегодня пытался объяснить гособвинению, что это уважаемые люди. Но они вынуждены давать такие показания. Потому что если они не дадут такие показания, у них будет 291 статья «Дача взятки». Я это прекрасно понимаю. И я так же уважительно отношусь к ним, как и относился до этого. Просто в самом судебном заседании я пытался, но обратили внимание, кто был у вас раньше, пытался принципиально задавать вопросы и суду показать. И люди давали на суде показания, как оно было. Бугаев сказал, что, по-моему, я подписывал какое-то заявление, уже не помню. Никто не сказал, что кто-то кого-то пугал. Наоборот, сказали, что вообще-то делали хорошее дело. А тот-то сказал, что его пугал. Ну, что ж, знаете, я бы хотел сохранить экологию между нами, мной и этими людьми. У них есть право так говорить. Потому что я своими действиями все-таки очень уважаемых людей привел сюда. Они вынуждены были давать показания. И, честно говоря, вот об этом я сожалею. Что я подвел этих людей в том числе. А что касается вообще, жалею или нет, конечно, нет. И если сейчас отмотать, я хочу сказать, что если кто-то еще не знал о такой службе, которая работала и помогала, уже знают. И я скажу вам, что когда я хожу в магазин, либо в аптеку, ни один человек на меня косо не посмотрел.